на бутыл здесь цифровой океан оп-хоп-хоп всем привет дорогие друзья всем желаю искренне в это непростое время хорошего утра хорошего заключительного рабочего дня предлагаю вам его начать на тех кто к едет на работу есть такие счастливцы они как мы которые здесь живут начать его вместе с нами это набутов здесь набутов и я соответственно здесь это здесь в студии серебряного дождя и наш проект по пятницам называется цифровой океан потому что делаем мы его совместно с абсолютно лучшим изданием о цифровой трансформации жизни который так называть цифровой океан вот он у меня в руках свежий кстати говоря номерок желающим предлагаю кто озоном пользуется может прихватить его там масса интересной информации потрясающихся совершенно статей там исследований все остальное но на любую на любую тему в том числе и по поводу того чем наша эти отрасль может ответить на санкции вот одна из один из ключевых материалов который вынесен на обложку нового номера почитайте очень интересно сегодня у нас в гостях я напоминаю что цифровой океан как раз предлагает темы для обсуждений подгоняет нам потрясающе интересных спикеров у нас принято говорить на радио на 7 в гостях сергей ожигов генеральный директор компании search inform и мы решили с вами сереже об обсудить кражу персональных данных соответственно кто ворует как ворует что потом с ними делает что такое дипфейки и так далее нас масс масса интересных совершенно тут тем и под тем для разговора соответственно если вы задумываетесь вообще о собственной безопасности или о безопасности вашего бизнеса потому что мы сегодня будем говорить в том числе и о больших большом воровстве скажем так присылайте свои вопросы присылайте свои кейсы плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 номер для ваших смс сообщений но прежде всего это номер для связи по ватсапу и смотрите нас в нашей youtube-трансляции а также на яндекс дзене что я хотел сказать сереже доброе утро спасибо что уделил времена тем и так темка актуальная вот сейчас я быстро несколько несколько цифире и самых свежих за шесть месяцев 22 года в сеть только в россию текли персональные данные 61 миллиона человек я думаю что реально эта цифра выше может быть даже там в несколько раз выше но тем не менее это уже довольно много несколько резонансных случаев вот из самого последнего времени персональные данные клиентов сервис яндекс еда та же история с главным конкурентом delivery club цель все сколько людей быть не все конечно базы но много информация о клиентах почтовой компании сдэк данные клиентов школы сколково а там серьезный между прочим народ может быть их не очень много но серьезные ребят поехали сереж какие данные крадут и что с ними делают ну правильно сказали что утекло огромное количество персональных данных на текущий момент воровство персональных данных в основном преследует цель последующего мошенничества то есть каким-то образом эти данные использовать чтобы получить какую-то выгоду ну то есть например у текли данные база данных банка понятно очень утекла база данных яндекс еды утекла база данных яндекс еды надо разбираться что там вообще в этой базе есть ну то есть если там содержится информация о номере телефона е-мейле по фамилии имени отчества дате рождения я не знаю там суммах заказов это уже позволяет злоумышленникам каким-то ну то есть представьте у вас там не знаю миллион записей в базе вы уже можете с этими данными как-то работать окей взять самых больших жирных которые больше всего заказывали еды за за период времени понятно что они там более состоятельный чем допустим остальные это это экспресс она ну кстати у вас миллион данных каким образом вот анализ интересно происходит а на самом деле анализ зависит от текущей ситуации то есть одно дело но мы все знаем нам уже прожужжали уши про вот этих телефонных мошенников которые звонят говорят службы безопасности банков это там тема становится все более сложной в работе то есть все не 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 стоп 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 это уже как используется мне первый вопрос вот я украл базу данных во первых как ее как ее из яндекса выковыривать сами сотрудники сливают или со стороны идет воровство ну по-хорошему есть два способа вот ровно те что вы сказали или кто-то снаружи каким-то образом взломал защиту яндекса получил доступ к данным и начинает копировать эти данные либо сотрудник внутри яндекса по различным причинам мотивации могут быть разные может быть деньги может быть месть может быть обида может быть он попал в ситуацию когда его шантажирует но в общем вынужден как-то эти данные украсть и на самом деле самый частый случай который происходит это смесь двух способов то есть есть хакеры которые хотят украсть данные у яндекс еды есть сотрудники в яндекс еде которые бы могли им помочь осознанно либо неосознанно и надо каким-то образом эти две вещи между собой совместить нужно значит каким-то образом заставить человека внутри тебе помочь чтобы твой вирус троян или что-то там засылает чтобы он сработал статистика к сожалению говорит что 80 процентов успешных внешних атак так или иначе были как-то поддержаны кем-то изнутри компании так гораздо проще и легче все это организовать разумно разумно хорошо что происходит дальше ну вот я нашел человека прошантажнул его он подсадил там то что мне надо и удаленно я за сандачил базу данных они вообще на самом деле это всегда вот у крупных компаний это одна база данных какая-то или они сегментируют какие-то это большое количество баз данных ну на самом деле база данных в том как это видим и это просто ну некий набор данных в том как это делаю я вижу это как табличку excel ну условно да табличку excel но то как это видит компания это 100 табличек excel ну опять если вернуться к банку это crm система это своя база база данных банковской системы это другая база данных в них содержится абсолютно разные информации вопрос на какую базу нацеливается злоумышленник понятно что одни там легче украсть но в них меньше ценной информации другие сложнее украсть но в них больше цены информации поэтому вот смотря на что злоумышленник нацелился но как вы уже говорили то есть украл он эти данные да зачем что с ними дальше делать как получить из этого выгоду так ну разумно но первое это продать самое простое это выйти на рынок баз данных и просто выложить и сказать продаю то чем занимается в общем-то большинство украденных дан баз здесь стоит помнить что во первых я помню лет 15 назад на компу на пушкинской можно было на машине прав на светофоре остановиться и как купить компакт диск с базой данных там не знаю гаишных прав и пробить человека который тянут который тебе нужен ничего не изменилось сейчас вместо я на пушкинской вместо компакт диска тебе в darknet точнее вместо пушкинской тв darknet вместо компакт диска тебе придет email с данными разница лишь том что во первых все эти данные ну скажем так все сливки снимаются втихаря а потом когда они уже выкладываются во всеобщий доступ но можно считать что эту базу уже в принципе отработали те определенные люди второе распространение этой информации является способом получения новой информации то есть вероятность того что выложенный архив не содержит что он чистенький в нем ничего нету очень мало вероятно то есть получая этот архив ты скорее всего получаешь еще там целую кучу вредоносного пао которое тебе на компьютер придет вместе с этим архивом баз данных мы ах ты вот как мы интересовались как бы этой истории и все ну там попытки как-то что-то скачать вот из этих мы видели что это все завирусовано ну сильнейшим образом то есть ни одна вот это вот выложенная в сеть утечка чтобы она была чистая и красивая и тут вот значит по доброте душевный хакер и решили всему миру рассказать что творится там то и там то нет доброты душевной там нет и не ждите то есть они бомбят сразу две стороны вот как вот как интересно на это одну секундочку вот сразу приходит ваши кейсы спасибо большое плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 номер для ваших сообщений в ватсапе благодаря базе данных яндекс еды я знаю коды от домофонов всего района очень удобно ну извините просто я это не рекламы ради но тем не менее конечно там же указываешь как правило как пройти в подъезд адреса ну то есть я я я слава богу не мошенник то есть нам нужно четко понять что вот мы смотрим на базу данных и делаем круглые глаза но что полезного может быть в базе данных еды и наверное хорошо что мы делаем такие удивленные глаза потому что наш мозг как добропорядочных гражданинов не работает в сторону того как из этого выручить какую-то выгоду но мы же понимаем что мошенники это абсолютно другой психотип склад людей у которых голова только и думает как бы где-то что-то урвать и вот цифровые мошенники они как раз научились очень то есть если раньше там вот нужно было с человеком пообщаться вникнуть к нему в доверие там цыганка подходит себе вот это вот все значит начинается танцы с бубна а вы знаете мне цыганка нагадала я помню было лет одиннадцать у метро двадцать пять рублей у меня списывала которым не были выданы на два килограмма мяса тогда дефицит ну а это было 90 вру 30 сколько же девяностые годы все что мне нагадала ручку по золоте дорогой все сбылось так что мы теперь эти линейно перекочевали в интернет и уже понимая что вот у них значит есть определенные данные можно но опять таки вот тем же маша недавно кстати очень красивый ролик оракул мне попался в интернете значит он вирус на я думаю многие его видели где значит стоит некий там чум или ну какая-то в общем строение такое шаманское значит туда по очереди заходят люди к некому шаману оракулу и он им рассказывает значит о том как их жизнь выглядит и так далее они там искренне удивляются 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 а потом раз значит занавески вокруг этого в этом доме падают и там за занавесками сидит там 10 человек за компьютерами которые просто в интернете быстро находят что у вас белый балкон а значит у вас вы недавно купили себе вещь за 2000 долларов ну там увидели это же иной кстати историю про соцсети мы сегодня да где огромное количество информации о вас мы сене еще обсудим допрашиваю ну я к тому что вот уже как бы если я знаю где живет человек там что он заказывал еще что-то я могу придумать какую-то историю чтобы там позвонив ему в лица в доверие сказать что я там то-то то-то ну опять мы слава богу не мошенники я сейчас хорошо что я не мошенник и не накидываю тут сейчас идей потенциальным да ребятам но уж точно ничего хорошего в этом нет кстати еще раз давайте как технологически происходит слив технологически слив если мы говорим про слив они про ну то есть давайте так и так просто интересно механик как как взломать локальную сеть компании и проникнуть ну в ее там базы данных здесь глубоко технический вопрос требующий там определенных технических знаний я думаю что сейчас там разбирать по косточкам какие уязвимости есть в разного рода в разного рода софте которые используются для защиты насколько высокой должна быть компетенция программиста программиста который который хакера в данном случае да все зависит от того куда ты лезешь если ты лезешь ломать сервера там цру ну одна если ты лезешь ломать сервер полиграфической компании в подмосковье ну очевидно другая давайте про полиграфическую компанию все-таки сыру другие люди разбираются в нашей стране ну я думаю что скорее всего не сложно вопрос того что а что там брать кому она нужна то есть вопрос же всегда а стоит ли овчинка выделки стоит ли ломану надо в общем на самом деле то есть фактически любой человек более-менее подкованный может ломануть локальную сетку даже без человека внутри ну не любой и и не всегда наверняка но условно говоря мы понимаем что все вот средства защиты и тот сет знания которые даются службам безопасности чтобы выстраивать правильно защиту по сути эти же знания нужны для того чтобы эту защиту ломать то есть здесь как грань между защитниками нападающим очень тонкая в объеме знаний практически они есть то есть не любой человек может быть и бэшникам да и там заниматься всерьезку и бэ в компании но гипотетически эти люди обладают необходимыми знаниями просто вот так сейчас куда мне пойти какие там недельные курсы пройти чтобы можно было ломануть кого угодно как угодно скорее нет все таки я не спрашивал я понял но тем не менее чуть более профессионально для этого не надо иметь докторскую степень и вот о чем доктор 14 летний парень который плотно этим занимается петли пытливый ум быстро может достичь нужной компетенции пытливый ум в целом информации хватает она не секретная в общем потому что опять же повторюсь что защитники что нападающие они вот очень очень близки окей хорошо возвращаемся тогда конкретным кейсом как парсятся вот я украл большую базу каким образом дальше я вручную ее как-то отсматриваю потом чтобы выводить оттуда информацию лет есть уже какие-то нейросети работ извините что я на стороне хакер в данном случае ну к счастью я этой стороне никогда не был судить мне об этом сложно но все зависит опять а по парсис база не нужно база данных это и есть некие данные которые уже структурированы разложены по полочкам и вот они лежат сортирует там ну excel это же как бы уже структурировано его там парсить не нужно вот вопрос что с ним делать вопрос другой простейший пример из недавнего да очень популярная схема на которые многие могли попасться используя какой-то бесплатный вай-фай где-то вы подключаетесь в кафе где угодно да вот вы его используете в моменте использования вы можете куда-то логиниться чего-то там как-то какие-то действия совершать зачастую все эти роутеры вай-фай которые общего доступа они недостаточно хорошо защищены вот если мы говорили про то чтобы взломать подмосковную полиграфию и прям действительно проникнуть к ним там внутрь и полностью быть как бы внутри их там локальной сети одна история а получить доступ к вай-фай роутеру там не знаю условного какого-нибудь небольшой кафешки где но его воткнули и воткнули даже не поменяли там пароль по умолчанию с логином это несложно что мы оттуда можем выводить кучу мусорного трафика который дальше нужно действительно анализировать и парсить один из примеров если в этом трафике попадается например пароль зачастую сервисы в которой мы логинимся не утруждают себя чтоб технически как-то зашифровать передаваемый пароль и дальше вам например приходит письмо что вот уважаемый виктор секундочку секундочку еще раз поясните пожалуйста то есть если я например подключился в кафе к местному вай-фаю а у меня есть доступ ко всем данным ну у меня есть доступ к роутеру которые вы это вы вы плохой я план я хороший я вижу весь в секунду я пациент и я например логинить в этот момент ну через вай-фай я в свой онлайн онлайн банк захожу там в приложение ну все зависит от приложения приложение приложению рознь но зачастую мы видим что может ну не приложение онлайн сервис какой-нибудь вы заходите в delivery свое или что что-то логин пароль может идти в совершенно в открытом виде и если вы дальше будете парсить собранный трафик куча будет всего но вы парсить оттуда пароли с логинами будет довольно несложно там понять что этот пароль логина чего-то конкретного тоже несложно но если у вас попадается пара email и пароль то поверьте пойти дальше и пробить они не этот ли пароль от этого email и использовала вот оно пошло-поехало дальше то есть ты получаешь доступ к моему email о моем и мы уже 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 много всего другого висит и на него много чего завязано и дальше пошло-поехало но самое простое там например прислать какой-нибудь письмо страшилку уважаемый я знаю твой пароль я знаю твой email там еще что-то вот для в качестве доказательства значит этот и пароль вставляется в письмо и говорится у меня там все что ты делал на телефоне я там имею доступ к твоему экрану и камере и так далее и тому подобное я там наснимал в общем информация о том чем ты занимаешься и так далее ну в ряде случаев там а может он а может быть вот такая история я например сел в кафе вот неосторожно подключился к вай-фаю местному в этот момент ты меня ломанул нет я не ломал я взломал роутер роутер да ну через роутер через роутер например и ты можешь в этот момент подсадить что-то мне на телефон например с которого я захожу и потом например удаленно уже иметь доступ к моей камере к моим разговорам и всему остальному что я буду даже этого не знать к счастью я не знаю ответа на этот вопрос потому что опять мы уходим в область того что а стоит ли овчинка выделки это нет я сейчас мы не про тем кто по площадям работает я говорю вот конкретно есть заказ например меня дискредитировать и я вот таким образом увидел меня давал в кафе там я хожу каждый день в одну и тоже кафе хоть и подсел через роутер попал в мой телефон и дальше ты уже можешь писать мои разговоры скачивают всю информацию какие-то компрометирующие фотографии переписку в ватсапе и так далее так или там в телеграме например и прочее прочее отвечу следующим образом если поступил такой заказ на то чтобы там два по вам вот все вот прям выяснить да то скорее всего это удастся сделать с не тем так иным способом ну то есть бегать за вами там по кафешкам ломать роутеры надо ли наверное можно там сначала проанализировав детально там ваши данные потом ну существует же и пробив то есть одно дело там купил базу гибдд так да а другое дело существует у абсолютно понятные услуги пробива конкретного человека то есть ты в darknete там где-то опубликует что мне нужно пробить этого человека и найдется миллион желающих в банках в вообще вовсах вот возможных структурах за относительно небольшое вознаграждение залезть в базу данных этого ну там органа или еще чего-то и вытащить по вам все и там это вы бы хотите сказать что я с учете люди прямо находятся внутри этих организаций абсолютно то есть вы хотите сказать что фактически в любой организации неважно коммерческой или государственной есть люди которые сливают под за по заказу необходимые данные тогда ломать ничего не надо более того мы принимали участие в подобном расследовании когда в одном из банков был вопрос о том что есть подозрение на то что сливают данные сотрудники изнутри причем не сливают вот там огромную базу слили да просто а более точечная работа и тут как бы была работа на живца то есть был создан фейковый человек который никогда в банк не приходил никакого счета себе не открывал но в банковской системе он присутствует да и на него был сделан заказ понятное дело что искать вот и заходить в карточку это в банковскую карточку этого человека но нет интереса ни одному сотруднику банка потому что он не чей клиент он никогда реальным сотрудником ты не был вот оказалось что руководитель одного из региональных офисов вполне себе за 20-30 тысяч рублей выполнял подобного рода заказы имея доступ ко всей банковской базе доступ к той базе ну то есть вот у меня есть доступ я там имею определенный мошеннический склад ума я думаю как мне значит монетизировать свою новую должность кроме зарплаты и бонусов которые мне пообещала компания вот люди у которых эта мысль никогда из головы не уходит а что я еще могу по выгодного извлечь придя работать вот в эту вот конкретную компанию но возвращаясь к вопросу ранее озвученному что вот вас заказали и по за вами значит бегает по кафе хам человек в маске ломает роутер и значит пытается понять пароль условно говоря если вас заказали то скорее всего максимум инфы по вам соберут и если будет задача там как-то дискредитировать и если есть более-менее на поверхности как дискредитировать скорее всего это сделается а другая ситуация с корпоративными мошенниками которые приходят в компанию с конкретной целью украсть вот те самые корпорации самые промышленный шпионаж вот этих людей если они уже пробрались внутрь вашей компании они стали и работник они стали и работниками они внутри у них есть доступы и у них есть конкретная цель они не просто пришли на работу и со временем под влиянием каких-то факторов стали там злоумышленниками еще что они конкретно пришли к вам устроиться чтобы совершить вот украсть вашу ноу-хау так условные китайские шпионы проникли в роскосмос для того чтобы похитить до способ покрытия хокломой наших космических кораблей вот как скажу вам так профессионального шпиона лучше не пустить то есть здесь самым лучшим способом будет какой-то максимальный скрининг не знаю 100 кругов а до собеседования еще чего-то но чтобы он не добраться ну скажем так это банальная мысль она понятна но допустим он уже проник все к сожалению к сожалению с грамотным ну то есть если человека прям готовили что-то украсть скорее всего он сможет это сделать до примеров много достаточно понятно так виктор почитайте на досуге как американские израильские спецслужбы взламывали иранские установки по обогащению урана ну все это удаленно как я понимаю естественно действует да 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 есть такое дело так к вопрос сейчас это делает телеграм-бот аноним из москвы пишет это видимо про то что из пушки по воробьям да тут все вот да телеграм-бот из пушки по воробьям методика хорошая да но как бы всегда же здесь вопрос баланса да сколько тебе нужно потратить усилий денег в конечном итоге сколько ты там на этом заработаешь видимо физические люди которые звонят по телефону уже как бы не выполняют свои кипи ай в плане там денег переходится это вместо вот эти которые представляются полковниками милиции одинцовского района и что-то искать у вас только что зафиксировал транзакция транзоподозрительная транзакция у вас есть счет бирбанки да и на подозрительная транзакция в насе в сингапуре мы сейчас вернемся к этому кейсу потому что все с этим мне кажется уже сталкивали и пойдем перейдем на другие более интересные вещи короткая пауза я вот по старинке все ручками пользуюсь игре потому что их удобно грызть это все что-то перешли на клавиатуры а вот так мы не давай мы кстати говоря в ю тубе вещаем я вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот а я чего хотел спросить что с с ватсапом мессенджер да мы говорили о том что все дороже наверное не эффективнее использовать людской труд особенно вот в этих обычных там звонках здрасте службы безопасности сбербанка но телеграм-бот вроде как решает куда это движется недавно я был очень сильно удивлен вот на своей шкуре подожди 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 давай вот секундочку секундочку вот это важный я я сталкивался с живыми людьми причем я не знаю честно говоря как у них мой номер телефона то было у них у они мне все рассказывали про счета в сбербанке я с ними весело болтал там пять-десять минут мне было просто интересно потому что счета в сбербанке у меня нет я не пользуюсь довольно странная история потому что я ну если они у них есть база сбера например то то меня там быть не может в принципе вот не понимаю почему они мне звонили у них есть положить а я могу предположить с базы продаются построчно до стоимость базы зависит от количества строк которые в него то есть опять таки когда база украдена и все сливки с нее сняты дальше информационные сливки имеется ввиду дальше если эта база уходит на продажу какая проблема допихать туда еще каких-то данных а а то есть это липо да абсолютно продать подороже афигеть кто мешает мне это сделать афигеть и кто потом как это не красиво эти же ребята которых посадили звонить игре службы безопасности они же не пойдут потом поставщику базы с претензиями что вы знаете разумно да 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 и них никто в сберии не значится да получается это лотерея для мошенников ну одни мошенники кидают других у них все равно есть конверсия да во всем есть конверсия она может быть выше может а есть цифра какая-то сколько условно говоря прозвонов оказывается удачно да да в общем вот следующий раз когда позвонят вам мошенник ама я думаю эту информацию только они дадут потому что ну мало как еще ну или получить взломать базу crm q мошенников если они в crm-ки работают в какой-то crm-системе и там увидеть это канал и но это шутки понятно хотел сказать про другой вот мошенничество с которым вот мне за всю жизнь ни разу ни один мошенник не позвонил вот на удивление я все жду этого звонка все жду вот я я вот слышал много историй там как народ по полчаса с ними общался хочу но почему-то пока не звонят будет я сейчас мы обратимся можно да может быть вы просто не заказывайте ничего в интернете может быть вы да нет вроде в виду жизнь как обычный человек ну то есть количество звонков которые мне например как гендиректору компании поступает с предложением банковской гарантии когда мы выиграли конкурс миллион я даже узнаю о том что конкурс выигран когда мне начинают просто все утро тарабанить и предлагать банковскую гарантию это что-то когда выигрываешь конкурс ты должен обеспечить деньгами и пока ты не выполнишь значит этот я таки разводка не сталкивался дине это не разводка это реальная а ты конкурсами выигрываешь заказ или вантенды тендер тебе нужно и там банковской гарантии может быть нужно и тебе начинает звонить и и предлагать Ну, то есть, то, что я там попален много в каких базах, у меня сомнений нет. Но, слава богу. Набутов здесь. Цифровой океан. Да-да, цифровой океан, так называется не только наш проект «Под серебряным дождем» в рамках цикла «Набутов здесь», а это еще и лучший в России журнал цифровой трансформации жизни. Вот свежак, совершенно интереснейший у меня в руках, потрясающая верстка, ребят. Ну, просто, ну, всегда на журнальном столике, честно. Должен, просто очень интересно. Если что, на озоне можете прихватить. Вот, ну и, соответственно, наши коллеги из редакции присылают нам интересные темы и предлагают очень интересных гостей и актуальные, для актуальных разговоров. Сергей Ожгов, генеральный директор компании «Серчинформ» сегодня у нас в гостях. Сергей Ожгов, доброе утро. Мы говорим о краже персональных данных, касается всех абсолютно совершенно разных, и у физических лиц, и у юридических, как воруют, для чего воруют, что с ними потом делают, вообще, как вся эта гигантская индустрия, ее можно как-то в деньгах оценить в России? В деньгах оценить ее крайне сложно, потому что ущерб от утечки данных, ну, то есть, если говорить про ущерб, который получает коммерческая компания, если у них утекли данные, это крайне сложно посчитать. Ну, потому что есть прямой ущерб какой-то, да, там, тебе регулятор дал штрафа за то, что у тебя утекли персональные данные. Есть репутационный ущерб, который измерить деньгами крайне сложно. Есть еще всякого разного. Если у тебя украли ноу-хау, то через три года ты получил китайский клон, например, и это потеря, там, доли рынка какой-то. Понятно. Нет, я, окей, я понимаю, более того, многие бизнесы не сообщают, что у них что-то утекло, потому что это именно репутационное. Они могут даже и не знать о том, что у них что-то утекло, более того. Хорошо. Мы все-таки, ну, мы для людей работаем, здесь подсереданно дождем, всегда для наших любимых слушателей, поэтому, конечно, мы больше сегодня про проблемы физических лиц. Про WhatsApp-то хотелось бы сказать. Да. Новое, с чем я столкнулся, было для меня очень неожиданно. Мой сотрудник присылает мне скриншот переписки со мной в WhatsApp. Я был очень удивлен, значит, но быстро все встало на свои места. То же самое мошенничество, которое раньше было, тебе там пишет со взломанного скайпа, друг, срочно переведи мне, тут пять тысяч нужно. Вот сейчас это... Откупиться в ментовке. Ну, там как угодно, да, но сейчас это все стало работать следующим образом. Находят ваш профиль в социальных сетях. В моем случае нашли, по-моему, в LinkedIn профиль. Взяли оттуда бизнес-фотографию. И с помощью этой фотографии регистрируют новый аккаунт. Пишут там Сергей Ожегов, значит, моя фотография, номер не мой с телефона. Ну, понятное дело, мои не могут. Но в целом, если, например, каким-то образом получить мою записную книжку, например, то можно по этой записной книжкой этим ватсапом пройтись. Наверняка не все там 500 или 700 контактов, которые в моей записной книжке, обратят внимание на то, что это какой-то другой номер или еще чего-то. И, скорее всего, какая-то конверсия в этом будет. Поэтому хотел обратить на это внимание и всех добропорядочных граждан лишний раз перепроверять вот эти сообщения. То есть здесь кидалово через LinkedIn было? Нет, здесь кидалово могло быть через как раз ватсап. То есть человек сделал клон моего ватсапа с другим номером и начал каким-то образом с этим ватсапом проходиться по тем людям, которые меня знают. То есть ему нужно где-то заполучить базу данных, либо записную книжку моего телефона. Ну, полно приложений, которые там каким-то образом эти данные собирают. Вот. И дальше начать по моим контактам прорабатывать. Ну, там, маме написали, мама повелась. Там еще кто-то, кто-то там, вот сотрудник мой знает, что у меня другой аватар. Он сразу же насторожился. А тот, с кем я часто не переписываюсь, ну, сменился аватар, ну да, вот Сергей, вот все класс. Я лишь хотел сказать, что прогресс не стоит на месте, и придумываются новые изощренные. Поэтому просто, граждане, будьте бдительны и внимательны. Погодите, ну это очень топорно получается. Неужели ваши близкие друзья не распознают вас по стилю написания сообщения там по просьбе? Почему близкие друзья? У меня в записной книжке близких друзей 10%, а остальные люди просто меня знают по работе, еще что-то, никогда так близко со мной не общались. Если я возьму там базу из 700 клиентов, из 700 человек, которые у меня есть в телефоне, и напишу каждому, ну, какое-то сообщение. Я уверен, да, я уверен, что пара, тройка человек найдется. Нет, кто-то не обратит внимания. Конечно, конечно, конечно. Очень не нравится, что вы говорите кафеха, Сергей. Галина заругалась, сказала, нельзя так делать. Дело в том, что у меня как раз тут даже ничего парсить не надо. У меня есть номер телефона Галины, я передам вам его. Сергей, Галина, аккуратнее. Так, шучу. Поехали к другим, коротко по темам. Какой ответ по юридической части проконсультируете? Какие ответственности несут, например, компании, которые допустили кражу данных? Тут вообще сложный вопрос, потому что есть оператор персональных данных, но некая компания, которая хранит некие персональные данные, обязуется их хранить согласно федерального закона, который это регламентирует. Это что за компания, извините? Ну, условно, любая компания, которая, ну, то есть, любой сотовый оператор, не знаю, налоговая, ГИБДД, банк, это все операторы персональных данных. То есть, те компании, есть определение. То есть, если ты начинаешь хранить больше какого-то там объема перс данных, и там, в зависимости от того, какого рода это данные, если там информация о болезнях, это вообще там супер критичные, их там еще классифицируют эти персональные данные внутри. Но, так или иначе, если у меня хранятся данные, эти данные утекли куда-то в сеть, государство мне, как компании, оператору этих перс данных предъявляет, ну, некий штраф. На текущий момент штрафы были очень небольшими. Посмотрим, что сейчас закончится, чем история с Яндексом и Деливери Клабом. Потому что там параллельно подали еще коллективный иск. Те, кто считает себя пострадавшими в этой ситуации. Объективно, прецедентов пока большого количества я не видел, чтобы там коллективные иски в сторону. То есть, максимальное, что компания получит, это штраф от государства. Те, кто в реалиях пострадал от этого, ну, как правило, ни на что рассчитывать не могут. Неприятная история. Ну, как есть пока. Вы хотели еще отдельно поговорить про инсайдеров внутри компании. Да, инсайдеры внутри компании, это как раз, эти две вещи связаны, как я уже говорил. Хакеры ломают, эти там помогают осознанно, неосознанно. В итоге, все это превращается в то, что данные, если мы говорим о краже персональных данных, данные оказываются в сети, и дальше ими начинают пользоваться мошенники. Все то, о чем мы говорили первые полчаса. Но, компании, это не только персональные данные. Ну, во-первых, не каждая компания обладает теми самыми персональными данными. Ну, не знаю. Какой-нибудь металлообрабатывающий завод, ну, кроме данных о своих сотрудниках, никаких других персональных данных граждан не хранит. И, казалось бы, что, в общем, вот они компании, которым должно житься легко и припевающе. Но здесь есть еще несколько подводных камней. Это риски, которые, в принципе, компания получает, нанимая любого сотрудника на работу. Да, мы все хотим верить в то, что этот сотрудник устроился к нам, чтобы выполнять свои прямые обязанности, приносить пользу компании. Но, как мы сами понимаем, жизнь, она многогранна. Она не черная, белая, она разная. Да, это понятно. И дальше начинается... Нехороший человек пришел на работу. Так. Вот. Нехороший человек пришел на работу. Чем он опасен? Ну, с чем сталкиваются компании? Кроме слива персональных данных, которые вот уже, в общем, чем чревато, всем нам понятно. Дальше начинаются исключительно риски самой компании. Риск номер один. По прошествии времени сотрудник поймет, что получает он мало. Значит, можно было бы получать больше. Руководство зарплату поднимать не хочет. Что делать? Приведу, на мой взгляд, очень красивый пример, как сотрудница отдела закупок, он мой самый любимый просто, наверное, из всего, с чем удалось за всю историю столкнуться. Значит, сотрудница отдела закупок смекнула, что закупки до 100 тысяч рублей через тендеры не проходят. Более того, начальник отдела закупок от нее требовал следующего алгоритма. Ты собери с рынка предложения, условно говоря, покупаем вот бумагу для принтера. Ты собери на рынке предложения по бумаге и пришли их мне. Ну, она собирает, присылает, тот берет просто самое дешевое предложение и дело в шляпе. Ну, что там с бумагой сильно маркетинг, исследование проводится, исследование рынка. В общем, человек смекнул, что берется просто тупо самое дешевое. Дальше... Ну, это условие тендера, по-моему, у нас. Ну, нет, там, я же говорю, тендера не было, она просто собирала коммерческие, присылала начальнику отдела, начальник отдела увидел письмо, в нем три атача, все открыл, посмотрел самый дешевый, все, у этих берем. И особо не парился. Она смекнула, что вот как он работает. И дальше сделала следующее. С одной из компаний она договаривается о том, что у нее будет какой-то доп.интерес, который кладется сверху на стоимость. Так? Стоимость бумаги возрастает на сумму ее доп.интереса. То есть ее бумага с ее интересом становится, скорее всего, автоматически самой дорогой. Да. И вот перед вами лежит на компьютере открыто три замечательных файла с коммерческими предложениями. И каким-то чудным образом у вас на компьютере открывается фотошоп, и ваша рука начинает, значит, лихорадочно елозить мышкой, и через 15 минут самое дорогое предложение становится самым дешевым, самые дешевые становятся его дороже. И вот я три новых файла отсылаю своему руководителю. Красота? Да, но я не понял. Так это, ну, да можно было просто на этой сотруднице просто предлагать только те варианты, самые дорогие плюс самые дешевые. Ну, ей надо было все это как-то проводить. Ей нужны были официальные документы от компании, чтобы все это выглядело как и раньше, как должно быть, как, в общем... То есть, каким образом? Кто-то... Она собрала все предложения, честно, все предложения, а потом их отредактировала так, чтобы ей было выгодно. Все это выглядит, в общем, как и раньше, как всегда, все, в общем... Но смешное в то, что сотрудница, как мы потом разговаривали со службой безопасности, они говорят, вот знаете, наверное, это один из самых лояльных сотрудников нашей компании, потому что она искренне хочет, чтобы компания развивалась, чтобы больше покупала бумаги, чтобы все росло, чтобы как бы... А когда решили посчитать ущерб, вот о котором вы спрашивали вначале, как оценить ущерб, вот конкретный был инцидент, который решили обсчитать. Обсчитать решили следующим образом. Они взяли все входящие e-mail, то есть те данные, которые она получала, брали вот условно бумагу, да, значит, 90, 80, 90 и 100 рублей. Три предложения. 100 рублей это то мое, где мои кровненькие лежат. Вось это 90, это какие-то, значит, ребята прислали. Что мы делаем? Превращаем это в 100, 110, 120. Соответственно, когда пытались посчитать ущерб, взяли разницу между самым дешевым, то есть 80, потому что видели, что был входящий e-mail с 80, и тем, по чем покупали. Вот эту разницу решили считать тем, на что компания попала, и что, скорее всего, этот человек заработал. И сколько человек заработал? 300-400 тысяч в месяц при зарплате в 70. Но это при хорошем, да, нормально, это при хорошем бороде бумаги. Это, в общем, происходило довольно длительное время, это был действительно работающий постоянный заработок. Павел, проверить Елену, она отвечает за закупку бумаги, сразу после эфира. А после эфира, да, слушаешься. Да, это первое дело. Вот, второе, на что, с чем сталкиваются компании, это обиженные сотрудники. Обиженные сотрудники, то есть брали человека, обещали вроде как одно, потом получилось другое. У каждого своя правда. В данных ситуациях, когда идет конфликт или обида, ну, я считаю, что здесь у каждого своя правда, и кого-то разубедить, переубедить не получится. Пример красивый. Обещали программисту поднять зарплату, не подняли, что-то там еще ухудшили. Он, недолго думая, в интернет-магазине, в котором он работал, взял и поставил 95% скидку на все товары. И пару часов магазин торговал за копейки. Вот, пожалуйста, просто злость и так далее привели к тому, что компания потеряла деньги. Все это может переходить вообще абсолютно разные там рамки. Человека уволили. Особенно вот сложно с увольнениями IT-специалистов. Конечно, они держат тебя за бубенцы. Они держат себя за бубенцы, плюс к тому, что они еще имеют возможность оставить себе бэкдоры, какие-то, в общем, лазейки, чтобы дальше иметь возможность, ну, какие-то логические бомбы закладывать и так далее. Человека логическая бомба. Ну, условно говоря, что-то, какой-то скрипт внутри компании запустится при условии наступления какого-то события. Ну, то есть, например, завтра в 12.00 отформатировать ваш диск. А, понятно. То есть, я с сегодняшнего дня в увольнении или там неделю назад меня уволили, а я такую штучку, или полгода назад меня уволили, а я такую штучку подложил незаметно и через полгода отомстил по-тихому, а взятки гладки, потому что ты уже там не работаешь полгода. И уже даже, скорее всего, никто не разберется, что да как. Поэтому... Короткая пауза, интересная история. Это спрашивают, это куда по 110 тысяч пачек бумаги в месяц закупают? Уже посчитали. Ну, на самом деле, бумага стоит не 100 рублей просто. Бумага стоит дороже. Ну, там условные цифры. Но это про наркоманов вообще мы говорим. Нет еще. Да, ради бога. А что? Это же я там, блин. А, мы, кстати, в Ютубе. Что про наркоманов? Что с наркоманами? Мы в Ютубе, мы вещаем. Что с наркоманами-то? А, с наркоманами? Да, да. Но мы не пропагандируем ни в коем разе. Мы против этого. Зло. Наркоманы повсюду. Распространители наркотиков встречаются прямо в компаниях. Было несколько кейсов у нас. Значит, один случай. HR проехался по регионам, нанял людей. Ну, для работы там в региональных офисах. Дальше здесь, сидя в Москве, значит, покупал, да, это были спайсы килограммами. С помощью машин компании, ну, транспорта компании. Это все вот тебе подходит. А с чем компания занималась, не секрет? Это одна из крупных сетей ритейловых российских. Поэтому у них много ездило. Точек. Да, по России. Вот. Приходит к водителю HR, дает сверток и говорит, передай Пете в Красноярске. Ну, водитель что? Ну, вполне себе нормальная практика передачи документов, когда вот у тебя сотрудники туда-сюда ездят. Вот. А там лежали наркотики. Эти наркотики уходили по регионам, а там наняты им люди, занимались их уже дальнейшим распространением. Понятно. А какая связь с персональными данными? Не, никакой. Это просто потому, что у вас работают сотрудники, которые ведут такую... А, в этом смысле? Ведут такую... А вот дальше въедет водитель себе, останавливает его милицию. Да, понятно. Дальше все понятно. И дальше там начинается такое, что... Еще была история, нашли у человека на компьютере файл Excel, просто со всей информацией, по всем закладкам, которые он делал. Вот в городе прям вот список, координаты. Что, где, как, фотографии. Вот такая вот базочка данных хранилась у человека на рабочей флешке. Неожиданно. Вот там потом не знали, что делать. Нет, ну бывает и убийцы работают, и маньяки. Да, но здесь стоит понимать, что вот если мы говорим про то, что вот вас заказали, да, если заказали компанию, то вот такие вот люди, да, это как раз удобные точки входа с точки зрения социальной инженерии. На них легко повлиять, на них легко воздействовать. То есть, ну, схема понятна. Сначала ты, твоя задача получить базу, например, базу данных по сотрудникам компании, пробить их по всему, по социальным сетям, где бывают, чем интересуются, там, та-та-та-та-та-та-та, выяснить слабые звенья. И через них, соответственно, уже зайти в компанию и ломануть даже можно самую серьезную защиту, особенно если это там, ты ломаешь. У нас собирать информацию о компании в текущих реалиях стало супер просто. Ну, в России LinkedIn заблокирован, да, но за рубежом вообще, ну, то есть сложно найти работающего человека и безработного, который не был зарегистрирован в LinkedIn. Чисто профессиональное сообщество, минимум кошечек-собачек. Да. Вот, но если тебе нужно составить представление о компании и должностях и так далее, вот садись за LinkedIn, начинай анализировать, составлять, потом находи этих людей в интернете, понимай, что да как они. Набутов здесь. Цифровой океан. Очень интересная, очень интересная у нас сегодня разговор с Сергеем Ожгомом Гендиром, компанией Search Inform. Мы обсуждаем, как воруются данные всякие разные из компаний и у физических лиц, кто эти люди и по каким мотивам они сливают нужные вещи, ну, там, в общем, короче говоря, интересный большой разговор. Хорошее предложение, просит мою программу переименовать в бубенцы теперь, в общем, понравился. У меня есть еще один случай, который вот как раз показывает связку внутри и внешней, и как она может происходить вообще без оглядки, ну, сейчас, значит, расскажу. Два начальника департаментов очень сильно друг друга не любят. Обычное дело. Один из них готовит большой документ на совет директоров. Отчет о работе компании, сводные, всего-всего-всего. Совет директоров супер большие дяди серьезные, которые там не разбираются. Ни в чем, как правило. Ни в чем операционном. Но зато могут махнуть шашкой и головы полетят сильно. Значит, это вот не дружба двух начальников департаментов. Значит, один из них, не тот, который готовит финальный отчет, а другой, должен ему предоставить определенные данные для этого отчета. И он, значит, каким-то способом придумывает, что ага, вот он, мой шанс избавиться от ненавистного конкурента. Что он делает? Он идет в Даркнет, находит там хакера какого-то и говорит, слушай, мне вот надо Excel-файл чуваку передать. Только надо, чтобы он был зашифрован, ну, то есть, чтобы он был завирусованный. Короче, что предложишь? Он говорит, так давай шифровальщика туда запилим, твой коллега файл откроет, все у него на компьютере зашифруется, и никакой отчет на совет директоров он не сумеет подготовить и поплатиться, в общем, своим местом. И? Так и сделали, так и сделали, но... То есть, они устроили в компанию IT-специалистов, это и удаленно было? Нет, нет, это существующий сотрудник нашел внешнего хакера на внешнем ресурсе и говорит, товарищ, помоги зашить шифровальщика в Excel-файл. А, шифровальщик это вирус, имеется? Да, шифрует все, попадая на компьютер. Но, чтобы все сработало, говорит ему хакер, мне нужно получить информацию о том, какой антивирус стоит, чтобы у каждого средства защиты есть свои уязвимости. И нет супервируса, который пролезет через все средства защиты, да? Но если мы знаем, как именно компания защищается, написать зловреда именно под эту инфраструктуру, ну, не суперсложная задача. Если мы в деталях знаем версии и все эти дела. Ну, и, соответственно, информация об этом, о том, как выстроена защита, является конфиденциальной. Но товарищ, не являясь информационным безопасником, просто решил все, что знает хакеру, рассказать. Хакер ему все сделал, тот притащил файл на флешку, коллега запускает, вуаля, все зашифровано. Все сработало. Потом уже проходило расследование там. Так, значит, на совете директоров парень облажался? Нет, парень в итоге не облажался, потому что были бэкапы, вот, но расследование показало, что вот, конкретно уже там видели, и как потом нашли эту переписку с хакером, и все вот это вот, ее раскопали. Но суть в другом, люди, да, когда бегут за какими-то своими ежеминутными задачами, да, выгодами, вообще не думают ни о чем. То есть у него задача была замолить конкурента, а в итоге он подставил всю компанию, он передал хакеру вовне информацию о том, как в этой компании обустроена защита. Да, вот, вот связка красивейшая. Один получил от хакера, что хотел, а хакер получил даже больше, чем хотел. И деньги, и куча полезной информации. А, в черт возьми, отдельная история про дипфейки, вот, это тема для отдельного разговора, Сереж, спасибо большое, очень интересно, ребят, делайте бэкапы, что вообще посоветуете в конце? У нас 30 секунд. И не выкладывайте в интернет все, что вы считаете дорогим себе. Все, что вы выложили в социальных сетях или в интернет, будьте готовы морально с тем, что это уже у кого-то есть. Скажите, а камеру заклеивать на компьютерах имеет смысл? Ну, хуже не будет в конечном итоге. Да, но микрофон продолжает работать. Компьютер от этого хуже работать не станет, могу точно сказать. Но микрофон-то продолжает работать на всякий случай. Ну, кто любит голым походить перед компьютером, мало ли. Пойду-ка пройдусь, кстати говоря, дорогие...